Ford решил по полной сыграть на потребительской ностальгии по временам, когда машины были настоящими. Так новый Bronco умело стилизован под внедорожник первого поколения родом из 60-х. Но надо понимать, что не каждый решится на покупку рамного вездехода только ради щемящего чувства под сердцем. Поэтому параллельно фордовцы вывели пятидверный Bronco Sport. Это не особенная версия, а совсем другой автомобиль. Не внедорожник, а кроссовер. У него несущий кузов, а в основе лежит платформа от паркетника Kuga. Впрочем, вне дорог Bronco Sport не будет совсем уж беспомощным. Маленькие свесы, укороченная база и внушительный клиренс – вполне достаточный набор для приключений на грунте, песке или камнях. При этом фордовцы принципиально не стали предлагать передний привод. Хотя трансмиссия 4х4 типично кроссоверная, с муфтой для подключения задних колес. О колесах стоит поговорить отдельно. В качестве опции доступны катки на 29 дюймов, которых будет вполне достаточно для легких выездов за пределы асфальта. Моторы только турбированные, объемом 1,5 и 2 литра. С ними по умолчанию устанавливается 8-ступенчатый автомат. А вот городить понижающую передачу, несмотря на приключенческий характер модели, инженеры не стали. Это сложно и дорого. Форд уже начал принимать заказы. Притом дилеры получат спорт раньше, чем настоящий Bronco. Начало поставок заложено на конец этого года. Стартовый ценник приятный для американца – 28 тысяч долларов. Чтобы публика отдавала свои деньги охотнее, фордовцы придумали массу вариантов для персонализации. И вообще, дорогие комплектации выглядят привлекательнее базовых, так как очень удобны для дальних путешествий. У топовых версий, как минимум, есть множество отделений для мелочевки, включая карманы на спинках кресел и отсеки под сидениями. Но есть одно «но». Если внедорожник Bronco предлагает мыть салон прямо из шланга, то кроссовер Bronco Sport не готов принимать такие водные процедуры. Напоследок отметим, что Ford старательно культивирует новый бренд Bronco. Голубой овал присутствует только на крышке багажника. А вот во всех остальных местах размещены крупные надписи Bronco и логотипы взбрыкнувшего скакуна. Продолжение следует...